Ну, собственно, тема вебинара на экране, давно назревал этот разговор, собственно, СССР, что после СССР вообще грядет. Вот, ну, как я уже сказал, разговор этот назревал достаточно давно, потому что последние лет 10 я лично посвятил значительную часть своей профессиональной деятельности подготовке спецов по всему полусоветскому пространству к получению вот этой, ну, мягко говоря, нетривиальной сертификации. Вот. И, собственно, уже сложилось определенное комьюнити, да, так сказать, сообщество тех, кто вот эту сертификацию получил, получил все обещанные преимущества от ее обладания, да, так сказать, вот этой сертификации. И вот, возможно, как и я, да, так сказать, в какой-то момент своей профессиональной деятельности пришел к пониманию того, что, ну, окей, да, так сказать, надо посмотреть, куда дальше развиваться, да, можно. Вот. Вот. Соответственно, в рамках вот этого вебинара и расскажу, используя свой личный профессиональный опыт, да, о том, какие есть варианты профессионального развития, да, для тех, у кого эта сертификация уже есть, да. Как обычно, тут будет много личного, да, так сказать, личной профессиональной, да, так сказать, истории, но куда без этого, так сказать, собственно, деваться. Вот. Предлагаю начать с простой, да, так сказать, с простой мысли. Напоминаю всем присутствующим, да, кому в первую очередь, да, так сказать, нужна сертификация CSSP, да, та самая. Знаете, там, за 10 лет проведения семинаров, подготовки, да, вот к этой сертификации, я, собственно, вывел определенную, определенное заключение, которое, ну, на мой взгляд, достаточно точно отражает суть вот этой сертификации, да. Ну, собственно, сертификация CSSP нужна для того, чтобы у вас были необходимые знания и навыки, да, для того, чтобы курировать управление всеми аспектами информационной безопасности в организации. Например, если вы руководитель высшего звена или его доверенный советник, да, вот этот массив знаний и навыков, ну, читай, компетенции, ну, собственно, вот этому самому руководителю высшего звена, который курирует эту самую информационную безопасность в организации, определять цели, да, которым надо стремиться, назначать ответственных за достижение этих целей и отслеживать прогресс или регресс, да, вот этих ответственных, вот в части достижения этих целей, да, чтобы его за дурака не держали. Вот, как бы для меня лично основное, основная польза вот этой сертификации, в чем, собственно, заключалась, да, в далеком 2013 году, вот. И да, фактически получив эту сертификацию, у меня появилась возможность перейти, ну, как бы из роли менеджера проектов, там, в системном интеграторе, да, переключиться на роль сначала персонального советника, руководителя высшего звена в немецкой промышленной группе, а потом, собственно, и поуправлять целым, там, отделом информационной безопасности в организации и, по сути, да, так сказать, порешать вот эти вопросы. Ну, потому что так уж сложилось, что сертификация СССР это тот самый золотой стандарт, да, его, собственно, все знают на уровне планеты, да, неважно, ты ищешь подобного рода, да, так сказать, должность где-нибудь в странах Евросоюза или на постсоветском пространстве или в странах Ближнего Востока. Ну, собственно, с ESSP везде с ESSP, где-то признается формально, да, и встроено уже стандарты профессионального, да, так сказать, образования, да, а где-то признается, да, так сказать, де-факто, да, просто смотришь, да, анализируешь вакансии на рынке труда, да, и живешь себе прекрасно. Вот, ну, повторюсь, в нашем вебинаре это такая отправная точка, да, окей. То, что я хотел получить вместе с этим статусом, я получил, да, вот, а что дальше, да, что еще можно, да, так сказать, вот, попытаться получить, вот, ну, давайте посмотрим. Собственно, первое, что приходит в голову, да, так сказать, для действующего держателя статуса ESSP, это то, что предлагает та же самая профессиональная ассоциация, тот самый IC Square, да, для вот этих самых держателей. Собственно, будем соблюдать вот эту справедливость. Если вы зайдете на сайт IC Square, да, и тут пошаритесь, да, так сказать, по списку профессиональных сертификаций, которые они предлагают, то, ну, сразу же, да, так сказать, напомню, у IC Square все-таки сертификации, да, весь стек сертификации по традиционной информационной безопасности. Да, то, что здесь они обозначают эти сертификации, как сертификации по кибербезопасности, ну, это, знаете, такой маркетинг, да, вот, ну, да бог с ним, да, так сказать. Так вот, для действующих держателей статуса ESSP изначально IC Square предлагала вот эти три так называемые концентрации, да, видите, такие сложные аббревиатуры. ISSAP для архитекторов систем защиты, да, ISSEP для инженеров безопасности и ISSMP для менеджеров безопасности. Ну, вот, чтобы вы понимали, да, так сказать, изначально все эти три концентрации были доступны только действующим держателям сертификации ЦИСП, да. Есть у меня CSSP, у меня, как бы, есть возможность, есть допуск, да, к сдаче вот этих вот экзаменов и получению соответствующих сертификаций. Нету сертификации CSSP, sorry, да, так сказать, ну, как бы, это не для тебя. Где-то пару лет назад, если я не ошибаюсь, IC Square убрала это ограничение, и теперь можно просто с улицы прийти, есть у вас CSSP, нету у вас CSSP. Прямо сразу же, да, так сказать, любую из этих статусов, ну, попытаться получить. Ну, давайте разбираться, что же это за такие, да, так сказать, так называемые концентрации для тех, кто уже CSSP, ну, желательно имеет. Ну, если честно, да, так сказать, предлагаю начать вот с того, что называется Security Management или ISSMP, Information System Security Management Professional. Ну, я про эту концентрацию уже давно знаю, и еще, знаете, там, где-то в далеком 2015 году, да, так сказать, думал получить эту сертификацию, вот, но сделал выбор не в ее пользу. Собственно, объясняю почему. По сути, вот эта концентрация ISSMP, это для так называемых менеджеров безопасности, ну, по сути, это руководители отделов, или, возможно, даже подразделений информационной безопасности, которые отвечают за разработку и реализацию программы управления информационной безопасностью в организации. Заметьте, есть разница между CISP и ISSMP, да, CISP, это или руководитель высшего звена, курирующий все аспекты управления информационной безопасностью в организации, кое сейчас насчитывается 8, да, или его доверенный советник, по сути, вот как я вот, собственно, был, да, там, условно, доверенный советник, вице-президент по безопасности в банке, например, да, вот. А вот этот ISSMP, это как раз про того самого руководителя подразделения информационной безопасности в организации, да, который силами веренной моего коллектива, да, так сказать, разрабатывает, реализует так называемую программу управления информационной безопасностью, которая помогает бизнесу в достижении его целей, он, собственно, очень хорошо понимает содержание этой программы, да, так сказать, основные группы процессов, индивидуальные процессы вот в этих группах, вот. И, собственно, да, так сказать, озабочен, ну, кроме всего прочего, да, ежедневной рутиной работы этого подразделения, да, так сказать, вопросами тактическими в основном, ну, и в меньшей степени вопросами стратегического управления и бы. Собственно, у меня был как раз вот период, когда я возглавлял подобного рода, да, так сказать, подразделения, и я думал, да, там, вот, где у меня пробелы в образовании, чего мне не хватает, как бы выстроить свой план обучения, да, так сказать. Вот, я вот выбирал между ISSMP, да, и айсаковским статусом под названием CISM, да, выбрал, выбор пал в пользу CISM, да, ну, по одной простой причине, вот в том регионе планеты, в котором я в то время находился, вот, про ISSMP среднестатистический работодатель вообще ничего не знал, да, и мы говорим сейчас про страны Евросоюза, да, так сказать, вот, а про CISM было все известно, поэтому, ну, как бы, что я могу сказать, да, так сказать, выбрал CISM, потому что CISM и ISSMP, ну, примерно, можно поставить примерно знак равно, чтобы вы понимали, вот. Вот, окей, да, давайте дальше посмотрим, да, так сказать, какая там была еще веселая концентрация, да, так сказать, из трех, да, предложенных. Ну, дальше все веселее, да, так сказать, еще. Следующая, да, так сказать, из трех концентраций CISM, да, так сказать, называется ISSAP, ну, собственно, для архитекторов систем защиты она предназначена. Ну, если честно, я, конечно, периодически выступал в роли вот этого архитектора систем защиты тире технического писателя, да, вот, за свою карьеру, и, если честно, было интересно, да, так сказать, вот, изучить учебные материалы, домены знаний и навыков вот этой профессиональной сертификации. Я ее в какое-то время рассматривал, но, наверное, просто, опять же, как некий путеводитель по тому, что надо изучить, да, как изучить методологию проектирования информационных систем в защищенном исполнении. Тут у меня история не срослась по одной простой причине. Свой персональный план обучения как архитектора я сформировал, ну, с учетом доменов знаний и навыков этой профессиональной сертификации, но саму ее получать не решился по одной простой причине. Опять же, в нашем регионе планеты, да, повторюсь, по советское пространство, страны Евросоюза, вообще, да, так сказать, ну, практически нигде я вакансии вот с такой вот аббревиатурой даже не встречал. Исключение это страны Ближнего Востока, находящиеся под непосредственным экономическим влиянием США, ну, типа Саудовская Аравия, да, или Катар. Там я видел, да, так сказать, несколько раз, ну, раза три, наверное, вакансии, где упоминались вот эти концентрации. Но эти вакансии все предполагали, ну, по сути, работу с гостайной. То есть, получение формы допуска гостайне, опять же, понятно, да, какой, вот. И да, ты там собираешься, да, так сказать, участвовать в разработке информационных систем, в защищенном исполнении, где будет обрабатываться, например, американская гостайна или катарская. Вот, пожалуйста, тебе ISSAP, да, так сказать, вот, как говорится, preferred credential, да, ну, вот. Ну, как бы с моим гражданством, да, так сказать, вот, ни о какой допуске гостайне и думать, да, так сказать, вот, не стоит. Поэтому, как бы, окей, да, вот. Та же самая история, да, так сказать, с концентрацией, которая называется инженер. Да, вот, третья концентрация, да, так сказать, да, что ж такое. Ну-ка. Show me your ugly face, laser robot. Ага. Вот это engineering professional, security engineering professional. Вот, в отличие от архитектора системы защиты, да, инженер безопасности здесь, это тот, кто участвует в разработке средств защиты информации, сертифицированных, опять же, для защиты гостайны, да, так сказать. Вот, то есть, условно, архитектор собирает уже из готовых программных составляющих, аппаратных составляющих, да, некую информационную систему, да, в защитном исполнении. А инженер это тот, кто умеет вот эти кубики, вот эти составляющие, да, так сказать, программные, программно-аппаратные кубики, комплексы, да, так сказать, реализующие, например, логику мандатную, например. Да, вот он участвует в их разработке. Вот основная разница. Вот, ну, даже, опять же, да, так сказать, повода вот этим заниматься не было. У меня и ни разу я в такой роли не выступал, да, в роли разработчика средств защиты информации, которое должно быть, предполагается быть сертифицированным. Вот, но пару раз я смотрел на комплект учебных пособий, да, так сказать, учебных материалов, в частности, вот, вот этот CBK, справочник подготовки к сертификации, да, так сказать, ISSEP. И даже нашел где-то самоучитель, ну, как study guide, да, так сказать, для самостоятельной подготовки. Было очень интересно, да, так сказать. Обратите внимание, да, что АСС-АП и АСС-ИП, да, вот эти две сертификации, они прямое отношение, да, так сказать, имеют к чего? К Агентству национальной безопасности США. Ну, собственно, вполне очевидная, да, так сказать, история. Поэтому тут могу лишь что сказать, да, так сказать, если вы сейчас участвуете или собираетесь участвовать в проектах в роли архитектора, да, в роли разработчика, да, и, например, средств защиты информации, да, которые будут сертифицированы для обработки какой-то там гостайны. Ну, интересно посмотреть, да, потому что насколько, да, так сказать, вот эта информация может быть в публичном доступе, да, вот методология проектирования, вот. Ну, вот, наверное, это максимум, который вы сможете найти вот в интернете, да, публичном. Вот, ну, хорошо. Собственно, в связи с этим делаю очень простой вывод, ну, как бы для себя, как для выходца с постсоветского пространства, который сейчас живет и работает в Евросоюзе. Ну, толку от этих трех концентраций, если честно, мало, да, вот. Каких-то вакансий и, как следствие, работы, да, так сказать, какой-то массовой, которая требовала вот наличия таких сертификаций, ну, я до сих пор просто в нашем регионе планеты просто не наблюдаю. Хотя для персонального, да, так сказать, вот, профессионального развития, да, как архитектора, как инженера безопасности, ну, прикольно посмотреть, да, уму-разуму поднабраться. Вот. Ну, что ж, идем тогда дальше, да. Мы остаемся сейчас у того же самого оператора сертификации IC Square. И у IC Square, кроме вот этой топовой сертификации CSSP, для руководителей высшего звена, курирующих, да, так сказать, все вопросы управления информационной безопасностью в организации, есть так называемая смежная топовая сертификация экспертного уровня, которая, ну, очень сильно тоже выделяется и которую, да, так сказать, я в свое время получил. И получил, да, не просто так, а вот для участия, да, так сказать, в нескольких международных проектах. Значит, смотрите, это сертификация CCSP. Ну, для тех, кто, давайте так, уполномочен и отвечает в организации за перевод или миграцию в так называемую облачную модель потребления IT-услуг. Очень нетривиальная эта история, да, так сказать, и она в первую очередь упирается в то, что большинство современных айтишников, и уж тем более безопасников, вообще плохо понимают, что такое облако на самом деле, да, это отдельный разговор. Вот, а уж, да, так сказать, вот это непонимание того, что такое облачная, эталонная облачная модель НИСТовская, она приводит к тому, что при решении, да, так сказать, типовых задач информационной безопасности в организации, ну, как бы не происходит вот этого, да, так сказать, вот понимания, что вот, если вы в облако, да, собираетесь, то вам нужно управлять информационной безопасностью, ну, как бы по-другому, да, во многом. То есть надо вот всю вашу программу управления информационной безопасностью в организации, ну, в значительной мере менять, да, и привычные вам, да, так сказать, вот задачи решать уже совершенно иным образом, да, иметь дело совершенно, да, так сказать, новыми категориями рисков, о которых вы дальше, даже раньше просто и думать, да, так сказать, не думали. Вот. Собственно, про эту профессиональную сертификацию я, помнится, да, так сказать, рассказывал на отдельном вебинаре, там, чуть ли не час там занимал, не знаю, да, так сказать, вот он есть на моем канале, вроде как бы еще не устарел, хотя где-то уже три года назад, да, так сказать, проводился. Вот. Могу, собственно, ссылочку на вот этот вебинар закинуть в чат зума, да, так сказать, вот, ну, а вы сами, да, легко можете, да, так сказать, этот видеоролик найти просто в ютюбе, да, набрав там CCSP вопросы и ответы, да, вот. Собственно, мысль простая, да, я понимаю, что такое облако, да, на самом деле, я понимаю, что есть очевидные, да, так сказать, и неочевидные преимущества миграции всей организации, да, вот вашей в облако, есть преимущества, есть недостатки, да, и если, да, приложить очень серьезные усилия на протяжении достаточно продолжительного периода времени, да, миграция в облако занимает ни неделю, ни месяц, а вообще-то обычно длится, да, так сказать, от одного до трех лет, да, вот. Так вот, если все сделать правильно, да, то тогда от миграции в облако, да, вот всей организации, ну, будет скорее больше пользы, да, понятной, измеримой, да, так сказать, бизнесу, чем каких-то проблем. Но это требует очень серьезных усилий и вообще полной, да, так сказать, трансформации, вот, логики работы подразделения IT и, в частности, подразделения информационной безопасности, да, так вот, собственно, CCSP, это считается до сих пор безальтернативная, да, так сказать, сертификация для тех, кто собирается возглавить вот эту инициативу, да, вот. Вот, так называемый, золотой стандарт для экспертов по обеспечению информационной безопасности при применении облачной модели, вот. И, да, собственно, все заслужено, да, так сказать, и в свое время я, ну, как бы, смог успешно поучаствовать в нескольких разных ролях, вот, в подобного рода проектах, и, знаете, новые, так называемые, карьерные возможности, да, так сказать, открылись, естественно, на международном уровне, да, то есть, грубо говоря, там, вот у меня там заказчик из Саудовской Аравии, а вот заказчик из Дании, да, и для них, и для тех, и других, вот, наличие вот этой CCSP лычки, да, так сказать, в моем резюме, да, как кандидата на участие, да, так сказать, в правильной роли в определенном проекте, ну, это был, как бы, такой входной билет, да. Хотя, конечно же, это не значит, что это единственное, что нужно было, да, тут многочисленные итерации собеседований и всяких там проверок предполагались, но, опять же, без вот этой лычки у меня бы просто не было возможности поучаствовать в целом ряде международных проектов, за что премного благодарен, да, оператору сертификации. Вот, хорошо, да, собственно, вот то, что мог предложить оператор сертификации IC Square, и то, что я лично, да, так сказать, через себя пропустил и прошел, да, ну, как бы, вот, собственно, это все. Ну, погнали дальше. Окей, я действующий держатель сертификации CSSP. И напоминаю, да, так сказать, все-таки CSSP это про, это про то, что ты имеешь представление обо всех аспектах управления информационной безопасностью в организации, как руководитель высшего звена или его доверенный советник, да, и тебя, ну, как бы, сложно ввести в заблуждение, да, как контрагентам, так и твоим смежникам, так и твоим подчиненным, понимаете. То есть, CSSP очень хорош как способ предотвратить ситуацию, когда тебя держат за дурака. Вот тебе что-то рассказывают, что-то тебе заливают в уши, да, а ты говоришь, нет, 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 я знаю, у меня есть достаточное представление о каждом аспекте, чтобы меня не держали за дурака, да. Вот почему CSSP называют как бы менеджерской, да, в первую очередь сертификации, да, то есть менеджер становится, да, так сказать, таким достаточно компетентным, чтобы его сложно вводить в заблуждение, да, другим смежным, да, руководителям и его непосредственно подчиненным. В то же самое время CSSP в значительной мере еще является сертификацией технической, то есть я как руководитель, управляющий людьми, да, да, у меня есть представление о внутреннем устройстве, да, вот этой человекомашинной системе, о каких-то фундаментальных принципах, правилах ее функционирования безопасного и так далее и тому подобное. Вот, то есть все-таки акцент делается вот на, да, так сказать, на такую, да, там, на такую, да, так сказать, историю, да, вот, но при этом надо понимать, что в доминах знаний и навыков сертификации CSSP абсолютно полностью, да, так сказать, отсутствуют вопросы формирования бюджета, да, на обеспечение вот этой самой информационной и не только безопасности в организации. Там отсутствуют, ну, практически полностью, да, так сказать, вещи, связанные с деятельностью вот этого, вот этих комитетов по соотнесению целей информационной безопасности с целями бизнеса. Там практически полностью отсутствуют вопросы выстраивания взаимоотношений с контрагентами, да, вот вашей организации по всей цепочке, да, так сказать, supply chain management. Вот, то есть, то есть другими словами, с одной стороны сертификация явно для тех, кто принимает стратегические решения по управлению, да, так сказать, информационной безопасностью в организации, ну, вот финансовые аспекты, да, так сказать, аспекты бюджетирования, аспекты, да, так сказать, самого непосредственно стратегического управления, соотнесения целей и бы с целями бизнеса, они фактически в сертификации CSSP не раскрываются. Ну, нельзя просто объять необъятное. Вот, поэтому, что я, так сказать, по этому поводу, да, там, в свое время понял? Ну, я понял, что надо где-то добирать, да, вот эту недостающую составляющую. А как мне выстраивать отношения, там, с бухгалтерией, да, с генеральным директором, с руководителями смежных подразделений, да, там, непрерывность бизнеса, IT и так далее. Понятное дело, что тут основной источник, да, так сказать, вот этой мудрости, это непосредственный опыт работы, да, в должности, да, ЦИСО, да, то, что называется Chief Information Security Officer. Но проблема в том, что вот сама должность ЦИСО, она является относительно новой, да. И если говорить про постсоветское пространство, окей, да, про условное СНГ, то крайне мало вообще организаций, где эта должность вообще есть в воркштатной структуре, да, так сказать, в штатном расписании. Так, чтобы вот появился человек, да, который, да, там, находится там практически на одном уровне с генеральным директором, с финансовым директором, да, вот он в курсе кратко-средне-долгосрочных целей бизнеса, да, он участвует, да, так сказать, в формировании вот этих целей, он участвует, да, так сказать, в формировании планов по достижению этих целей, да. У него есть широчайшие полновочия, ну, скомпенсированные, да, так сказать, персональной ответственности для того, чтобы выступать вот этим проводником, да, так сказать, интересов IT, интересов ИБ, интересов непрерывности бизнеса, да, и делать их полезными, приносящими пользу бизнесу, измеримую, да, понятную. Так вот, вот таких должностей очень мало, катастрофически мало до сих пор, да, поэтому и шансов, да, так сказать, получить необходимый опыт работы, да, а потом уже, да, так сказать, набив соответствующие шишки, как-то сконцентрировать эту мудрость, да, и начать с ней делиться, да, с коллегами. Это вот с этим проблема, да, поэтому совершенно недавно, да, так исторически сложилось, у нас девчонки, да, так сказать, в нашем комьюнити, в групповом чате Телеграма, да, так сказать, сейчас ссылку кину, да, в чат Zoom, они там проводили, да, так сказать, опрос, вот, на предмет того, что, слушайте, а вы вот слышали про такую сертификацию CCIS, Certified CIS, да, сертифицированный, там, главный по информационной безопасности в организации, да, офицер, что вообще вам интересна эта сертификация, да, так сказать, видите ли вы в ней какую-то пользу, да, или нет, или вообще CIS подостаточно, в общем, прикольно. Вот, поэтому я как-то на вот эту историю обратил внимание, вот, и в связи с того, что недавно получил статус инструктора EC Conceal, вот, я вот, вот, представители EC Conceal, вот этой организации, да, я получил доступ к комплекту учебных материалов для самостоятельной подготовки, вот, вот к этой самой сертификации, которую EC Conceal позиционирует как, собственно, сертификацию для тех, кто уже CIS получил, то есть, типа, мы разрабатывали эту сертификацию для целевой аудитории, которая уже этот CIS имеет, и мы вот в этой сертификации, да, попытались восполнить вот эти пробелы сертификации ECSFP, именно связанные, да, так сказать, в первую очередь с финансированием, с бюджетированием, да, так сказать, с выстраиванием отношений между руководителями разных подразделений отделов, по горизонтали, по вертикали, с контрагентами и так далее, и так далее, вот. И пока я, вот, изучив вот этот комплект учебных материалов, сертификации, он, кстати, четко соответствует описанию, да, так сказать, так называемых доменов или модулей курса, да, я могу сказать, что да, самое, да, так сказать, вот, то, что требовался, да, какой-то минимум, в этой сертификации покрыта, да, вот та самая дельта, дельта вопросов, посвященных стратегическому планированию, финансированию, да, так сказать, закупкам товаров и услуг, необходимых для деятельности организации, управлению, да, так сказать, поставщиками и контрагентами. То есть, из всего, что здесь есть, вот из этих пяти доменов сертификации CIS, вот лично для меня, домен, который абсолютно, да, так сказать, не был покрыт сертификацией CSSP, это, по сути, домен 1 и домен 5, ну, в большей части, да, так сказать, домен 5. То есть, грубо говоря, домен 2, 3, 4, это, ну, в каком-то смысле повторение, да, так сказать, того, что я уже знал из сертификации CISP, ну, с небольшими оговорками, да, так сказать. И все-таки в значительной большей мере было покрыто вопросы выстраивания, да, так сказать, согласования деятельности тех, кто занимается информационной безопасностью, с деятельностью СОКа, с деятельностью службы внутреннего аудита, с деятельностью подразделения IT, с деятельностью подразделения непрерывности бизнеса, да. Но все же, да, так сказать, вопросы стратегического планирования, финансирования, да, так сказать, закупок всего подряд, да, так сказать, выстраивания, да, так сказать, управления взаимоотношениями с поставщиками и с контрагентами, вот это оказалось, ну, как бы, вот основным пробелом, который CISP неплохо-таки закрывает, да. Вот, поэтому вполне может быть, да, если вы сейчас или уже находитесь, да, так сказать, вот в роли того самого CISO, да, что, конечно же, редкость на постсоветском пространстве до сих пор, или всего лишь, да, так сказать, планируете, да, вот выйти, прийти к этой роли в какой-то среднесрочной перспективе, то, как минимум, просто посмотреть, да, так сказать, на вот эти домены знаний и навыков CISO от EC Concilo и свой, да, так сказать, персональный план, да, так сказать, профессионального развития как-то подкорректировать, вот это стоит, да. Вот, никто не говорит, идите на дорогущий курс, да, в конце концов, можно купить, как это называется, подписку на видеозапись, да, так сказать, вот этого курса, в условную там тысячу баксов уложившись. И вот, или какой-нибудь просто там самоучитель, да, таки достать, вот, соответственно, вот первый и пятый домены сертификации CISO очень, очень неплохи, да, вот. По поводу ценности собой сертификации CISO, наличие имеется в виду вот этого статуса, пока у меня какие-то смешанные чувства, я в описании, да, так сказать, вот вакансии этой сертификации в качестве, да, так сказать, требуемых или желательных не наблюдаю, но проблема в том, что вакансии CISO это, ну, как бы, это не массовые, да, так сказать, вот, они не могут быть массовыми по определению, да, чтобы кто-то, да, так сказать, какая-то организация сильномогучая, да, была настолько зрелой для того, чтобы вообще подобного роли, да, так сказать, подобного рода роль вести, да, так сказать, в обиход. Вот, это уже таких организаций в принципе не так много, да, а претендентов на эту роль, ну, конечно же, в основном смотрят не по наличию каких-то там сертификационных статусов, а по публичной верифицируемой профессиональной истории деятельности, да, вот человек был CISO, да, вот в IBM, а вот он перешел сюда, ну, ладно, IBM бог там. Вот он уже в этой роли, да, так сказать, себя продемонстрировал, да, с хорошей, с плохой, с каких-то сторон, да, и поэтому, да, так сказать, там, чуть ли там не учредители, да, там, рассматривают эти кандидатуры индивидуально, да, и принимают решение, вот все-таки, окей, кого возьмем выступать проводником интересов, да, так сказать, всей вот этой безопасности в нашей организации, чтобы эта безопасность еще стала частью бизнеса и приносила измеримую пользу, да, и вообще являлась конкурентным преимуществом, вот, окей, окей, почему нет, да, так сказать, можно такой вариант рассмотреть, да, развитие событий, вот, я пока смотрю, да, так сказать, если, знаете, сложатся звезды, то, может быть, со следующего года я буду проводить авторизованный EC-Conseal, вот, семинар, да, так сказать, подготовки к сертификации СИСИСа, ну, это, знаете, такое, там, редкое, да, так сказать, событие вообще по всему миру, там, дай бог, раз в год оно будет складываться как-то, но посмотрим, да, идем дальше, да, собственно, с EC-Conseal, да, так сказать, вроде как разобрались, а что у нас там еще есть? Ну, вы же заметили, что когда я говорил про самую первую концентрацию, да, так сказать, для действующих держателей, да, так сказать, ЦИСП, про вот этот, который для менеджеров безопасности, я вам уже признался в том, что, будучи руководителем подразделения информационной безопасности, я сделал, выбрал в пользу айсековской сертификации для тех самых менеджеров. Ну, если честно, мне вообще до сих пор что-то сложно представить что-то лучше, чем сертификация CISM для того самого руководителя подразделения информационной безопасности в организации. Если вы тот самый, да, так сказать, уполномоченный, ответственный, да, за разработку, реализацию программы управления информационной безопасностью в организации, да, естественно, силами веренного вам коллектива, да, то, ну, CISM это как бы, знаете, universally applicable credential, то есть это как бы на уровне планеты, да, так сказать, международно признаваемый статус, да, которые массово используются вот в описании подобного рода вакансий, да. Хочешь занять должность вот такого, да, так сказать, руководителя, будь добр, да, имей в наличии вот этот CISM. Понятно, никто не отрицает необходимость собеседований многочисленных, да, так сказать, последующих, на которых вас легко могут отсеять по другим причинам. Ну, это опять же такой, знаете, как входной билет. Ну, собственно, я по этому CISM-то в свое время-то и получил, да, вот. Сказать, что в CISM-е чего-то не хватает, ну, язык не поворачивается, да. В том смысле, что CISM детально раскрывает все группы процессов, программы управления информационной безопасностью, да, так сказать, и то, как они должны быть наполнены индивидуальными процессами, вплоть до вот деталей ежедневной рутины. Этого в CISM-е нету, да. Еще раз, CISM- это вице-президент по информационной безопасности в банке или его советник, да, который курирует все вопросы управления ИБ, Диас, дорогой, да. А CISM- это тот самый руководитель отдела ИБ, да, который силами веренному ему коллектива разрабатывает, реализует эту программу, ломает свою голову вот это в рамках ежедневной рутины и т.д. и т.п. Так что почувствуйте разницу. Вот основная разница, да. И мне по жизни, да, так сказать, пришлось выступать и в той, и другой роли. Я был и одновременно и советником такого руководителя высшего звена, доверенным, да, и примерно плюс-минус в то же время, да, так сказать, стал руководителем этого же, да, так сказать, подразделения, да, работу которого, да, в частности, курировал этот большой руководитель. Ну вот как это вот по-другому сказать. Поэтому мне и ЦИС по и ЦИСам очень сильно, да, так сказать, пригодились. Чего и вам, так сказать, желаю. Стоит ли сдавать экзамен недешевый? Стоит ли получать сертификацию с ЦИСом? Абсолютно стоит. Те усилия временные, да, так сказать, эмоциональные и денежные, которые вы приложите, да, вот, к получению этого статуса, они в любом случае окупятся многократно, да. Неважно, в каком регионе планеты вы находитесь и ведете свою профессиональную деятельность. А что там еще есть у Айсаки? Есть сертификации для смежников, да. Ну, например, всем известная ЦИСа, с которой вообще вся Айсака появилась, да. Опять же, у меня не было, вот, ну, формально, да, так сказать, такой должности, но, то есть, я не руководил службой внутреннего аудита в организации. Это смежники, это соседи, да, у айтишников, у безопасников. Но, опять же, вполне может быть, что после ЦИСа, да, так сказать, там, с должности вот этого самого советника, руководителя высшего звена, который курировал все аспекты безопасности в организации, да, вы там в какой-то момент могли принять решение перейти на вот должность руководителя службы внутреннего аудита, да. Задача которого, ну, извините, разрабатывать, реализовывать так называемую программу аудита в организации, да, вот эти все. Самообследование контролей, внутренние аудиты, внешне независимые аудиты, вот все, да, так сказать, в зоне вашей ответственности находится, да. Как вариант, вот. Собственно, то же самое, стоит ли недешевый экзамен, да, сдавать, прилагать усилия на получение сертификации, абсолютно стоит. Сертификация ЦИСа всегда, да, так сказать, вот окупается, не знаю, в любом регионе планеты, да. Вот, опять же, в моем случае, да, так сказать, ну, я, нет у меня опыта руководства службы внутреннего аудита, но я регулярно участвовал, ну, в так называемых внешних независимых аудитах, да. Когда-то, как, ну, просто технический эксперт, когда-то в роли, там, условного младшего аудитора, а когда-то в роли вот этого самого старшего аудитора, да, который, там, персональную ответственность за действия веренной ему команды несет, да. Вот, поэтому тоже вполне может быть такой, знаете, там, ход конем для действующих держателей сертификации ЦИССП, то есть углубляешься, да, так сказать, в аспект программы аудита, да. Вот это, кстати, тоже, ну, считайте, один из аспектов управления информационной безопасностью, вообще любой безопасностью в организации. Вот, я на самом деле, да, так сказать, это, по-моему, в анонс не включал, да, но сейчас вот смотрю, у меня тут еще мимоходом, да, так сказать, в свое время появилась возможность получить сертификацию СИРИСК. Еще одна смежная сертификация, да, вот есть служба внутреннего аудита ЦИСА, есть подразделение информационной безопасности ЦИСАМ, да, а есть не менее, да, так сказать, репрезентативный статус, называется он СИРИСК. Ну, по-простому, СИРИСК это для тех, кто возглавляет подразделение управления рисками в организации, да, те, кто разрабатывает, реализовывает программу управления рисками в организации, это, знаете, как по аналогии с Project Management Office, да. Все, наша организация настолько зрелая, да, ее руководители высшего звена, да, так сказать, настолько зрелые, что они понимают, что вообще-то всеми, да, так сказать, категориями рисков, да, неважно какова их природа, вообще, начиная с цепленного масштаба, да, так сказать, выгоднее, эффективнее, результативнее управлять стандартизованным, единообразным образом. Неважно, у тебя там финансовые риски, операционные риски информатизации, да, там, все, да, так сказать, всем управляем единообразно, ведем централизованный учет в виде некого реестра рисков, да, всех возможных рисков, да, управляем ими единообразно, да, так сказать, тогда у нас появляются всякие там прикольные синергетические эффекты, которые можно использовать как конкурентные преимущества. Вот те, кто в теме, да, знают, что такое риск аппетайт, что такое аппетит организации к рискам, да, и что это за такое конкурентное преимущество, почему оно появляется, вот. Но, опять же, не было у меня опыта руководства подобного рода, да, так сказать, структурой, но я с этими ребятами регулярно пересекался, будучи аудитором, будучи, да, так сказать, безопасником, вот. И, как бы, для меня очевидная польза, да, так сказать, и очевидный карьерный путь в этом плане, да, так сказать, для действующих держателей, держателей, да, так сказать, статус СССР, да, так сказать, проявляется. А может быть вы, да, так сказать, настолько войдете в доверие к учредителям организации вашей, да, так сказать, что они скажут, слушай, дорогой, ну ты нас убедил, да, в пользе, да, так сказать, стандартизованного управления, да, так сказать, всеми рисками посредством некой программы управления рисками, да, некого системного подхода. Давай, вот тебе бюджет, вот тебе фонд оплаты труда, да, вот тебе персональные ответственности полномочия широчайшие, организуй работу вот этого подразделения управления рисками, да, так сказать, с нуля. Ну тогда для вас СИРИСК это, знаете, ну такая, как дорожная карта профессионального развития, по сути, все необходимые, да, так сказать, компетенции для вот достижения этой цели. Да. И как, собственно, и ЦИС и ЦИС, СИРИСК признается уже крайне много в каких странах де-юре, уже встроен в образовательные стандарты, а если не встроен, то просто де-факто, да, так сказать, массово присутствует в разнообразных вакансиях. Поэтому, ну, послушайте, для меня это не было какой-то производственной необходимостью, да, так сказать, уже для удовольствия, да, так сказать, получил сертификацию. Но, повторюсь, если бы я вот в этот карьерный путь, я бы его выбрал и ушел в него, то СИРИСК мне бы здесь очень помог. Ну, в частности, в странах Евросоюза, Ближнего Востока легко, да, потому что везде постоянно всплывают эти вещи. Про остальные сертификации айсековские, ну, как бы, ничего сказать не имею права, потому что у меня их нет, да. ЦИС, ЦИС, МСИРИСК, тут, как бы, личный персональный опыт, да, могу им поделиться. Ну, хорошо, да. Идем дальше. Ну, до сих пор, да, так сказать, мы с вами говорили только про что-то, что непосредственно имеет отношение к информационной безопасности, да. Все-таки ЦИС, если рассматривать это как точку отсчета, это все-таки про традиционную информационную безопасность, для управления которой нужно учитывать, ну, множество разных аспектов, так называемых доменов, знаний и навыков ЦИС. Коих сейчас на текущий момент аж 8 штук, а раньше было вообще 10. Но те, кто ЦИС-то имеет, те же среди этих аспектов, да, помнят, что отдельно выделяется аспект под названием управления непрерывностью бизнеса. Ну, и здесь, конечно же, мне есть, что вам, да, так сказать, предложить. Мне лично посчастливилось, да, так сказать, поучаствовать в разработке, в реализации программы управления непрерывностью бизнеса. Там немалые организации, да, так сказать, в части планирования восстановления после катастроф, вот по-взрослому, по-честному. Вот. И делая это где-то, да, так сказать, где-то по доитею, да, но все-таки большей частью, да, так сказать, мне вот, знаете, зерно некого системного подхода мне уже заложил ЦИСП. Да. А в частности, мой научный руководитель, который меня лично к этому ЦИСПу готовил, да, это тот самый небезызвестный, да, так сказать, Кен Еворский, который, да, так сказать, все двухтысячные, первые половины тысячи десятых, да, так сказать, по всему СНГ разъезжал, да, со своими лекциями, семинарами и так далее. Вот. Он еще тогда, да, так сказать, больше, там, десяти лет назад мне сказал, Кузьма, непрерывность бизнеса это смежная с безопасностью профессия, но не менее увлекательная и не менее, да, так сказать, вот, востребованная. Востребованная. Хочешь в этой профессии научиться уму-разуму, да, так сказать, достичь каких-то успехов, ну, самый лучший, да, источник мудрости это что? Это, опять же, американская старейшая и крупнейшая профессиональная ассоциация вот этих самых спецов или даже не профессионалов, да, по всем вопросам управления и пленностью бизнеса. Это тоже называется Disaster Recovery Institute, да. Вот. И как-то мне эта тема запала, да, еще Кен помнится на своих семинарах, да, в частности, на семинаре ЦИСП, он там тыкал пальцем и говорил, черти, кто хочет, да, так сказать, в эту тему уходить, а это тогда был один из десяти доминов ЦИСПа, да, когда еще доминов было десять. Вот, смотрите, вот сюда, да, и он прямо тыкал пальцем, да, вот в этот сертификационный статус CBCP. Сертифицированный профессионал по управлению непрерывности бизнеса. Это, как вы знаете, это топовая сертификация, сравнимая по трудозатратам, по уровню сложности, по весу, по ценности с ЦИСПом. Только смежная, да, как аналог ЦИСПа только для бизнес-континюэти. Вот, ну, повторюсь, к концу 2010-х мне повезло, вот, непосредственно участие, да, так сказать, принять, вот, в роли вот такого человека, который, да, там, разрабатывает, реализовывает программу управления непрерывностью бизнеса в организации в соответствии с ИСОшным международным стандартом 22301, да, знаем так. Так вот, собственно, по результатам получения этого опыта, да, а еще в связи, как бы, с печальными событиями, которые, да, на постсоветском пространстве с 22-го года происходят, меня крайне эта тема заинтересовала. Ну, и появились проекты, да, в которых стала вот востребована вот эта история, да, у вас идет конвенциональная, да, война, да, еще и кибератаки сверху, и вообще какие-то, да, так сказать, рукотворные катастрофы, да, так сказать, сыпятся, добавляют, да, так сказать, к катастрофам естественной, да, природы. Как продолжать деятельность, да, организации, не благодаря, вопреки. Как реализовывать, как обеспечить непрерывность критичных бизнес-процессов в ущерб менее критичным. Как приоритизировать постоянно, да, так сказать, расходование постоянно уменьшающегося ресурса человеческого и так далее, и так далее. Вот как только появилась, да, так сказать, вот нужда в применении системного подхода, который дает обоснованную уверенность, да, что все-таки не благодаря, вопреки мы продолжим деятельность, продолжим обеспечивать социально, да, так сказать, значимые сервисы, да, так сказать, государства. Продолжим требуемую норму прибыли в организации коммерческие обеспечивать. Вот я сразу же обратил свое внимание и пошел учиться, это дорого было, за свой счет даже учился. Пошел учиться вот к этим ребятам штата, и первое, да, так сказать, на что я пошел учиться, это вот этот статус CBCP, да. Ну, по сути, аналог ЦИСПа только для бизнес-континьюити. Собственно, этот статус подтверждает, что вот человек, который им владеет, он имеет максимальные шансы успешно разработать, реализовать программы управления непредвидностью бизнеса в организации, естественно, не один в поле воина, а силами вверенного ему коллектива, да. А дальше тем самым дать владельцам бизнеса обоснованную уверенность в том, что цели бизнеса будут достигнуты, не благодаря, вопреки, да, разнообразию негативных обстоятельств. Вот. И здесь как раз при получении этого статуса мне очень помог, ну, релевантный опыт работы, который я смог подтвердить. Тоже там. Еще непросто. Вот. Поэтому предлагаю вам это как опцию, да, вот, которую до сих пор почему-то мало востребована вот в нашем регионе планеты. Хотя странно, идет война и постоянно какие-то бедствия происходят, вот. И повторюсь, да, в какую страну ни гляни, да, ни заглянь, ни в какой отрасли ни загляни, там все живут в режиме такой непрерывной катастрофы, да, которая то активизируется, то там чуть-чуть затихает. Но она непрерывная, она не прекращается. Да. Вот. Поэтому вопрос, да, так сказать, собственно, учредителей компаний, да, так сказать, руководителей высшего звена. Вы как бы обратите на это внимание, да? Ну, или если вы с ними, да, так сказать, общаетесь, ну, тоже просмотрите такой вариант, да, так сказать, развития событий. Вот буквально там, я не знаю, пару лет назад у нас вот коллеги из Азербайджана, да, так сказать, из большой банковской группы. Вот как раз к нам пришли, там, руководитель подразделения IT, руководитель подразделения ИБ, Большого Азербайджанского банка. Да, и они пришли, ну, собственно, с каким вопросом? Говорят, мы уже задолбались. У нас как бы есть своя рутина, свои проблемы. Вот у айтишников свое, у безопасников свое. А мы понимаем, что кто-то в нашем банке должен заниматься вопросами обеспечения и приности бизнеса на постоянной основе, не по совместительству. То есть, по сути, нужда есть в выделенном подразделении, да, так сказать, со своим руководителем, со своим бюджетом и так далее. И они искали у нас помощи в обосновании, да, так сказать, своему собственному руководству, учредителям банка, вот формирование вот этого подразделения. Типа, ребята, мы готовы выступить единым фронтом, мы готовы содействовать, но это не наша работа. И вот они искали у нас, да, так сказать, вот совета о том, как вот, как донести вот эту нужду до владельца бизнеса. Ну, получилось, да, так сказать. Вот, но это как бы единичный случай. Я почему-то вот, если и вижу сейчас, если и вижу, да, так сказать, вот, массовую потребность, да, в подготовке профессионалов такого уровня, я вижу ее почему-то не в тех странах, которые вот, бизнесы, в которых вынуждены выживать. Ну, да ладно. Вопрос зрелости, да, так сказать, учредителей, вопрос зрелости руководителей высшего звена здесь. Вот, собственно, есть вот статус CBCP. Прикольная, да, так сказать, история. Обратите внимание, да. Я, собственно, по вот этой сертификации тоже делал разбор в виде вебинара и выкладывал это все дело на YouTube. Все там, типа, прекрасно лежит. Вот. А вот, кстати, да, вот ссылка. Посмотрите, да, так сказать, может у вас что-то в голове там и переключено. Вот. Ну, а в свете того, что Disaster Recovery Institute, это ребята серьезные, да, старейшие, крупнейшие, то у них, повторюсь, все возможные аспекты управления бизнесом, они по каждому из аспектов есть программа обучения и сертификации. Вот я, например, практически сразу же после CBCP тоже получился и сертифицировался, получил статус CBCLA. Опять же, это не то, чтобы какой-то вариант развития для ЦИСПа, не совсем это то, потому что CBCPLA это про ведущего аудитора систем управления непрерывностью бизнеса. Ну, просто у меня был проект, да, так сказать, и сейчас он, на самом деле, идет, где вот эта квалификация, она востребована, да. То есть я должен знать методологию аудита систем управления непрерывностью бизнеса, соответствующих, на соответствии требованиям 222-301. Поэтому тут это выпущу, не буду это как вариант, да, так сказать, развития для ЦИСПа преподносить. А вот что преподнесу, так это вот то, что называется CCRP, о, по киберустойчивости. Опять же, к моему удивлению, да, тема киберустойчивости до сих пор как-то не очень раскручена и востребована, да, так сказать, на территории СНГ. Хотя очень странно. Вот у американцев это тема, которая с начала 2010-х уже просто раскручена по максимуму, да, и уже обличена в форму требований регуляторов, в форму законов. То есть не то, что ты там как-то на свое доброе, по своей доброй воле должен, да, так сказать, можешь принять решение, что мы хотим достичь какого-то уровня устойчивости к каким-то там, да, так сказать, кибератакам, проводимым APT, продвинутым постоянным угрозам, продвинутым постоянными угрозами. Нет, тебя регулятор заставляет какой-то измеримый уровень этой устойчивости к кибератакам, да, обеспечить и нести за это ответственность, да, так сказать. Ну, как минимум административную, да, при равных условиях вплоть до персональной, уголовной. Ну, в общем, отдельная история. Вот, так вот, тема киберустойчивости, это тема про интеграцию усилий кибербезопасников с усилиями тех, кто занимается управлением беременностью бизнеса, чтобы они как минимум другу не мешали, да, как до, так и во время, да, так сказать, всяких негативных событий, а как максимум друг другу помогали улучшать показатели, свои показатели, да, там, время реагирования, время детектирования, да, так сказать, инцидента, там, ущерб, наносимый во время инцидента гибридной природы и так далее, и так далее. Вот, и я, если честно, какого-то аналога, только один аналог нашел вот этой профессиональной сертификации. То есть, это сертификация для тех, кто будет согласовывать, организовывать согласованное, да, так сказать, согласование активности кибербеза и неприности бизнеса при управлении инцидентами. Вот, единственный аналог сертификации CCRP, который я нашел вообще, да, так сказать, это то, что предлагает небезызвестный Санс Институт в рамках своих собственных дорогущих курсов, ну, и соответствующих им профессиональных, так называемых, джаковских сертификациях. Да, то есть, вот в части CCRP, Disaster Recovery Institute конкурирует напрямую с Сансом, больше там конкурентов просто нет, чтобы вы понимали. Вот, то есть, профессионалов по киберустойчивости готовят или американский DRI, или американская же Санс. Причем интересный факт, я когда получал допуск к проведению вот этого курса от Disaster Recovery Institute как тренер, да, как инструктор, да, меня сразу предупредили, типа, Кузьма, а у тебя случаем нету статуса инструктора Санс? Я говорю, да нет, что-то, ну, как бы не было повода, он говорит, ну, ты имею в виду, это взаимоисключающие вещи. DRI запрещает своим инструкторам быть инструкторами Санса, и наоборот, Санс запрещает своим инструкторам быть инструкторами DRI, потому что они считают друг друга прямыми и основными конкурентами. Да, нет, вопрос это авторских прав, всяких там методик, да, чтобы там, условно, будучи инструктором Санса, ты там, имея доступ к учебным материалам, да, так сказать, защищенных авторскими правами, да, не смог поучаствовать в разработке учебных материалов DRI наоборот. В общем, там какая-то своя движуха, конкуренция происходит, и это, конечно, крайне интересно наблюдать, особенно, да, так сказать, из-за океана, вот, ну, как бы имейте в виду, да, интересная такая, интересный вариант профессионального развития для тех, кто вот ЦИСП уже имеет. Опять же, ЦИСП, без ЦИСПа выйти на сдачу этого экзамена CCRP, сдать его, ну, мне вот сложно представить. У тебя должно быть, знаете, видна вот эта картина мира, да, так сказать, вот правильной организации, да, чем занимаются айтишники, чем занимается инфобес, чем занимается кибербес, чем занимается непрерывность бизнеса, чем занимается служба внутреннего аудита, как они совместно друг с другом, да, так сказать, взаимодействуют, какие есть проблемы возможные в этом взаимодействии, да, так сказать, как эти проблемы превозмогать. Так уж сложилось, что я вот эту сертификацию CCRP получил, мягко говоря, уже совсем недавно. Уже имея там и CIS, и CIS, и CISP, и CBCP, и мне это было достаточно очевидно. Но вот без CISP, без вот этой основы, кратно больше пришлось бы времени, усилий потратить на то, чтобы стать сертифицированным спецом по киберустойчивости. Точно могу вам признаться. Опять же, я ожидаю, что будет всплеск спроса к этой теме киберустойчивости в ближайшее время в нашем регионе планеты. Не может этого не быть. Вот. Поэтому, собственно, поэтому мы и портфолио курсов DRI, да, так сказать, в частности, предлагаем. Вот. Такие дела. Вот. Ну, собственно, да, так сказать, за CISP могу что сказать? Ну, вот то, что лично получил и имеется в виду сертификационные статусы, то, что лично мне принесло измеримую совершенно понятную пользу, да, как варианты развития после CISP. Ну, вот, собственно, об этом рассказал, да. Будут еще какие-то вопросы, да, так сказать, детальные, да, по этой тематике. Ну, задавайте их в телеге, да. Вот у нас там групповой чат в телеге есть. Ребята там серьезные сидят, да, так сказать, опытные. Еще и покруче меня будут. Вот, вот, поэтому есть с кем пообщаться, да, по вот этой тематике, запустив какое-нибудь там обсуждение веселое. Вот, ладно, вроде как бы на сегодня у меня все. Сейчас проверю, да, так сказать, да, что-то вы там в чате понаписали, но вроде на все ответил, да. Вот, собственно, напоминаю, что послезавтра, получается, суббота будет, да, если я не ошибаюсь, у меня тут еще запланирован, по сути, в то же время, по той же ссылке, да, так сказать, вебинар как раз по теме киберустойчивости. Это я сейчас, знаете, для будущего, да, так сказать, декабрьского курса по киберустойчивости я пытаюсь вынести за пределы курса, ну, вот эти разборы вопросов, экзамена, да, они просто время занимают, и я стараюсь это время как бы экономно потратить. Я вот разберу это лучше в формате вебинара, выложу на YouTube, а уже непосредственно во время самого курса, 5 дней и 40 часов, я потрачу вот эти 5 дней и 40 часов на что-то более, да, так сказать, важное. Да, такая вот история. Все курсы я веду как онлайн, так и оффлайн, про тот вопрос, да, в оффлайне сложно, сложнее набрать группы, да, вот, особенно сейчас на русском, так сказать, поэтому, скорее всего, на русском это все-таки онлайн, потому что я в Евросоюзе нахожусь, собственно, да, русскоязычная целевая аудитория как бы за тысячи километров наблюдаются, вот, ну, а когда на английском происходит обучение, да, или на французском, ну, тут, конечно, да, тут в основном наоборот оффлайн, да, потому что Евросоюз, потому что, вот, собственно, да, так сказать, вижу вопросы, да, там, все курсы, которые я сейчас веду, веду только в авторизованном формате, не в авторском, то есть авторский формат проведения курса, вот помните, какой я раньше проводил, CSSP, CSSP, SSP и так далее, да, так сказать, я передал уже своим ученикам, вот сейчас Евгений Каштанов вот прям на этой неделе сейчас проводит семинар CSSP, есть еще Саша Базаблук, он тоже, да, так сказать, под эту тему подписался, то есть есть правильные, да, так сказать, мои ученики, бойцы, вот, а я только в авторизованном формате уже преподаю, потому что веду деятельность, ну, как бы в странах, где продаются только авторизованные курсы в основном, вот, записаться ко мне далеко, как, господи, зайдите на сайт стартренер Казахстан, да, там все курсы, которые я провожу на русском, там все есть, да, то есть стартренер Эйжия, да, давайте ссылку скину, всегда можно просто погуглить Кузьма Пашков, да, и все, и все хорошо будет, вот, по поводу DRI, совет, дорогой, подача заявки на получение сертификации не входит в стоимость курса, в стоимость курса входит обучение, попытка сдачи экзамена, там, выдача сертификата о прохождении курса, выдача сертификата о сдаче экзамена, да, но вот уже подача заявки на сертификацию, это оплачиваете вы по одной простой причине, вы платите оператору сертификации за то, что он проверит ваш релевантный опыт работы, не мы его проверяем, да, так сказать, как авторизованный учебный центр, а, ну, условно, Бен из Алабамы, да, так сказать, какой-то будет, да, этим заниматься конкретный. Вот такие пироги. Так что, собственно, напоминаю, давайте, кто сегодня был или сегодня не успел прийти, ну, придите ко мне в субботу, да, так сказать, будет прикольно, пообщаемся по теме киберустойчивости, прямо вот не в бровь, а в глаз. Буду разбирать вопросы, форматы уровня сложности, как на настоящем экзамене. Даже если вы на обучение ко мне не придете, вообще посмотрите, что это за зверь такой киберустойчивость, с чем его едят, о чем нужно, да, так сказать, о чем нужно, да, так сказать, заботиться, если ты озабочен этой самой киберустойчивостью, да. А где материалы можно взять по CCSP? Ну, простой ответ, в Telegram-чате. Зайдете в Telegram, задавайте эти вопросы, вас там в правильное место направят. Так-то я могу сказать, что идите на сайт оператора сертификации IC2, там есть магазин учебных материалов, да. Ну, это очевидный, да, так сказать, ответ, вы это и сами понимаете. Поэтому задайте вопрос в групповом чате Telegram, да, так сказать, там, там есть, да, так сказать, там вам предложат варианты, да. А курс по киберустойчивости в этом году объявлен в декабре. Я вот лично в декабре забронировал там дату, да, по-моему, шестого, да, так сказать, а, со второго, извините, декабря, вот он, вот вам ссылка. За свой счет, конечно, дороговато, а за счет работодателя, да, так сказать, если распоряжаетесь фондом на обучение, да, так сказать, то давайте, приходите, прикольная вещь. Ну, эксклюзив, больше такого нету, да, так сказать, никто вам не предложит в таком формате в нашем регионе планеты. В этом плане у стартера Некрозавстан, да, эксклюзив. Ладно, все, значит, жду вас в субботу, да, приходите, дорогие, да, так сказать, будет весело. А за сим, да, так сказать, за сим, да, онлайн, 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 онлайн. Можно, конечно, и очное, и оффлайн устроить, но это деньги совершенно другие, потому что меня преподаватель надо привезти в этот оффлайн, куда, там, в Алматы, в Астане, в Астану. Ну, тут все зависит от желания, да, так сказать, заказчика. Онлайн, все онлайн. По ссылке все видно, да, так сказать. Ладно, все, мне надо уже бежать, и вам, наверное, это уже, да. Так что до субботы. Продолжение следует...